Михаил Дресвянников по профессии зуботехник, но так как сейчас стоматологии закрыты, мужчина решил не сидеть сложа руки и стал помогать нуждающимся. Вот уже больше месяца он разводит пенсионерам на дом горячие обеды. Ну кому-то же надо этим заниматься. Ну вот услышал призыв и решил помочь. Ну сегодня я 14, ну в среднем от 13 до 30 обедов в день. Такую помощь своим подопечным благотворительный фонд «Кристалл» оказывает вот уже два месяца. За это время развезли 13 тысяч горячих обедов. На доставке простые жители Хакасии. «Кристалл» просто бросил клич, откликнулось несколько десятков неравнодушных людей. Все делается на личные средства фонда. Помогают и предприниматели, кто деньгами, кто продуктами. Расходы выходят колоссальными. Только на одноразовую посуду было потрачено больше 140 тысяч рублей в месяц. Большое спасибо всем предпринимателям, которые нас поддерживали эти два месяца. Большое спасибо волонтерам, которые два месяца мужественно держались и развозили на своем личном транспорте, в свое личное время эти горячие обеды. Но сейчас все ресурсы, как материальные, так и людские, просто иссякли. Сотрудники фонда вынуждены приостановить доставку обедов. Но помощь на этом не прекратится. В субботу мы развезем продуктовые наборы. Но эти продуктовые наборы, сразу говорю, будут не всем. 250 человек, не всем. Мы проанализировали все наши списки, справки, состояние семьи, возраст. И мы повезем 157 наборов продуктов. Наборы будут продуктовые, хорошие. Людям хватит на две недели, потому что у них будут полноценные наборы и мука, и растительное масло, и крупы, и макароны, и колбаска, и свежие овощи. Сотрудники фонда и его подопечные надеются, что через две недели большая часть ограничений уже будет снята. И они вернутся в обычный режим работы. Иван Тинников, Мария Мишнина, Дмитрий Парахин, РТС.